Сегодня очень важное мероприятие, событие в жизни Санкт-Петербурга, нашей онкологии. Конференция или мастер-класс, который посвящен, казалось бы, очень узкому вопросу Европы, России, рекомендации, стандарты и реалии лечения больных диссеминированным, ХЕР-2 негативным, раком молочной железы. Однако, это чрезвычайно важная ситуация, поэтому это мероприятие будет транслироваться по интерканалу во многие города Российской Федерации. Кстати, участники в других городах могут задавать вопросы по ходу или после докладов и участвовать в обсуждении всех докладов. Ну, прежде чем начать нашу конференцию, я хотел бы объявить участников конференции. У нас в гостях профессор Джозеф Григоров, он руководитель онкологической школы Чео в Канце-Институте. В университете Канце-Институт, он профессор Сарбонтского университета Пьер и Мария Кюри университет в Париже, Франции. Ну, известный специалист в онкологии и, в частности, в медицинской онкологии, в том числе, член многих экспертных групп по раку молочной железы. Евгений Наумович Еминитов, профессор, известный специалист. Он и молекулярный генетик, он и врач, и широко известный в России и за рубежом специалист не только в области опухоли молочной железы, вообще при многих локализации злокачественного заболевания. Ну, Татьяна Юрьевна, заведующая отделом инновационных методов терапии нашего института, ну и вот я участник. Можно первые там слайды для вступления. Я, как ни странно, хотя наша конференция посвящена диссиминированной форме рака молочной железы, и начал бы с, может быть, не весь свет выключать, а частичный, полусвет такой дать, чтобы зал был виден. Частичный свет дайте. Дело в том, что в марте этого года была большая конференция в Сан-Галине, наполовину, посвященная ранним стадиям рака молочной железы. И, конечно, очень важно, что, хотя, казалось бы, какое отношение, так сказать, имеет эта конференция к нашему событию, очень важно, что, а я уже в течение 10 лет вожу в группу экспертов Сан-Галину, очень важно понять, как при ранних операбельных стадиях, какова складывается конъюнктура, методы диагностики, лечения, с целью улучшить результаты терапии этих опухолей. Надо сказать, что дискуссия, которая была в Вене, хоть называют Сан-Галину, на самом деле конференция проходила в Вене впервые, было обсуждено 200 вопросов, которые вызывают наибольшие споры. И самое главное для того, чтобы определить, так сказать, место вообще терапии при раке молочной железы, это обычная классификация, так называемых, подтипов. Так в этом, в этот раз, вот на этой конференции, 14 по счету, был предложен новый подход, учитывающий не только определение подтипов заболевания, но и фактически клинические признаки, то есть степень распространения опухоли. Да, и таким образом, как бы, выделялись опухоли, которые, как было заявлено, не вызывают большого сомнения в смысле терапии адюванта. Это трижды негативный рак и ХР2 позитивный. Значит, при первом обязательно химиотерапия, при втором обязательно таргетная терапия в комбинации с химиотерапией. Наибольшие сложности, как выяснилось, возникают при лечении рецептора астрогенпозитивных опухолей, когда трудно подобрать наиболее адекватное лечение в смысле назначать химиотерапию или не назначать. И самое главное, что даже и деление подтипов заболевания, скажем, люминальный А и люминальный Б, также вызывает много вопросов, потому что ориентировка только на степень пролиферации КИ-67, как выяснилось, не оправдывает себя полностью, потому что определение в каждой лаборатории свои, как бы, нормы среднего значения КИ-67. И нет такого стандартного, как было раньше предложение КИ-67, там, как было в прежней конференции, меньше 20% – это люминальный А, больше – это уже, значит, люминальный Б. В каждой лаборатории свои средние значения. Ну и другие вопросы. Допустим, определение рецепторов от 1 до 9%. Формально рецептор позитивный, на самом деле, малочувствительный к одной гормонотерапии, необходима химиотерапия. Ну и, соответственно, как бы, и планированное лечение определяется вот таким подходом. Вот. И оно относительно, как бы, просто, потому что всегда назначается химиотерапия при любой стадии ранней, при трижды негативной, назначается препарат герцептин или антихер-2 терапия при опухолях, минимальных опухолях, больше 5 мм, то есть Т, 1, Б и С. Уже в этом случае рекомендация использовать, допустим, тростозумаб герцептин. Ну и, конечно, мы здесь не рассматриваем вопросы, много дискуссий о наиболее оптимальном варианте гормонотерапии у больных рецептор позитивным заболеваниям, гормонозависимым опухолям, особенно у молодых. И меньше вопросов, но также много. В постменопаузе, когда назначаете ингибиторы ароматазы или можно обойтись одним тамоксифеном. И вот все эти, так сказать, водные, они каким-то образом соприкасаются и с планированным лечением рака молочной железы. Продолжение следует...